ВОЛЕЮ ЛЁСУ ВЕЛИКАЯ КНЯСТВА ЛИТОВСКАЯ НЕ ЗВЕДАЯ ЛЮТАСТИ ОРДЫНСКАГА ПАНАВАННЯ АЛЕ ЗМАГАТСЯ С ТАТАРАМИ БУДУЦЬ УЩЕ ВЕЛИКИЕ КНЯЗИ ЛЮТОВСКИЕ И ДАК БУДДЕ ДА ШАСНАЦЦАТАГА СТАГОДДЗЕ ИМ КЛИВЫЕ, БЕЗЛИТОСНЫЕ ТАТАРЫ ПРИНОСИЛИ С СОБОЮ СМЕРТЬ И НЕВОЛЮ ИМИ ПУЖЖАЛИ НЕПОСЛУХМЯНЫХ ДЕТЕЙ И ХОЦЬ МЫ НИКОЛИ НЕ ПЛАТИЛИ ДАНИНУ ЗАЛАТОЙ ОРДЕ ШМАТ ПАТЕРПЕЛА АТ ТАТАРОВ ВЕЛИКОЕ КНЯЗТВО БО НЕ ЗАВЖДЫ ПАСПЕВАЛА НАВАТ САБРАТЬ ПАСПАЛИТАЕ РУШЕННЕ У ТОЙ ЧАС, ЕК ЯНЫ УЖА ВЕРТАЛИСЯ У КРЫМ ЗНАРАБАВАНАМ ИДЕАЛЬНОЙ ТАКТИКЕ БЫЛО Б СУПРАТАРСКИХ НАДЕГАУ ЭТА ЗАРАНЬОВ ПАПЕРЕДЖВАЦЬ ИХ НАПАД АЛЬЯК ЭТА БЫЛО ЗРАБІЦЬ У ТАДЫ В ШАСНАЦТЫМ СТАГОДЗІ ЭТА ШТО, ТРИМАТЬ ДАЗОРЫ ДАЛЕКО У СТЕПЕ АЛЬЯК ЭТАЕ ДАЗОРЫ МОГЛЮ ТАКЮ БАТЫТЬ ВОЙСКА ТАТАРОВ НА МАРШИ ЯК ПЕРАДАЦЬ НА РАДЦІМУ, ШТА ИДУТТ ТАТАРЫ НАВАТ ИНЫ КАЛЮ ПАЩЕЛИ ПЕРАДАЦЬ ДЭМОВЫМИ СІГНАЛАМИ, НАПРЫКАД, АБО ЧЮТТА ИЩЩЕ ТУТ ТРАБА САБРАЦЬ ПАСПАЛІТАЕ РУШЕННЯ А АСТАЦЦЄ ТАМ ЛИТЕРАЛЬНО НЕКАЛЬКІ ДЮН НЕ ПАЩЕЮЦЬ ТЫРМАЦЬ СВАЇХ ШПЄОНА У КРЫМІ, ХІБА БЫЛІ ЛАЗУРЦІКІ У КРЫМІ АЛІ ЗНОВЖА, ГЛІ ТАТАРСКАЯ ВОЙСКА ЗБІРАЛАСЯ ДА ПОШНЯГ ДНЯ НЕ ВЕДАЛІ КУДЫ ПАЙДУЦЬ НА УКРАЇНУ, МОЖА НА МОСКОВЮЮ, МОЖА НА БЕЛАРУСЬ АДНУ З САМЫХ СЛАВНЫХ ПЕРАМОГАВ НАД ТАТАРАМІ ЗДАБЫВ ВЕЛІКІ КНЯЗЬ АЛЬГЕРТ У 1362 ГОДЗЯ У БІТВЕ КАЛЯСИНИХ ВОДАВ В ПРИТОКІ РАКІ ПАУДНЄВЫЙ БУХ ВЕЛІКА КНЯЗКАЯ ВОЙСКАЯ РАЗБІЛА ОРДУ ТАТАРСКІХ ВОЛАДАРОВ ПАДОЛЛЯ С часам, СТРАЧВАЮЩИ БЫЛУЮ МОЦ, КРЫМЧАКІ УЖО НАВАТ НИ ДУМАЛІ ПРА ЗАКОП НОВЫХ ЗЕМЛЮ ИХ МЭТАЙ БЫЛО РАБАУНІЦТВА І ПАЛОМ ЖЫВЫ ТАВАР КАШТАВАУ ДОРАГА А ЗНАЧІЦ ЯНЫ ИМКНУЛІСЯ ВЫВЕСТІ У КРЫМ ЯК МАГА БОЛЬШ ЛЮДІ У 1506 ГОДІ ПАДЧАС ТАКГОГА УВАРВАННИ НА НА НАШЕЙ ЗЕМЛЮ РАБАУНІКІ НЕ ПАСПЕЛІ БЕЗ ПАКАРАННЫ ВЕРНУЦЯ ДОДОМ ВОЙСКА ПАД АЧЁЛАМ МАРШАЛАКА ДВОРНАГА МИХАЛА ГАЛИНСКАГА УЖ ЧЕНТР РАЗБИЛА ТАТАРСКА ВОЙСКА А ПОТЫМ ЯЩЕ НЕКЛЬКИ ДЁН СТАЯЛА НА ТЫМ МЕСЦЦЕ ЧАКАЮЩИ И ЗНИЩЩАЮЩИ АСОБНЫЕ ВОРОЖЕЕ РАЗЪЕЗДЫ ЧТО ВЕРТАЛІСЯ НА МЕСЦЦЕ СТАЯНО АЛЕ ПА КЛАСТІ КАНЕЦ ТАТАРСКІМ УВАРВАННЯМ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЮ ЛЁС ВЫЗНАЧЮ АСОБЯ ЗНАКАВАЙ У НАШЕЙ ГИСТОРИЮ КАНСТАНТИНУ АСТРОЖСКАМУ НАЙВЫШЕЙШЕМУ ГЕТМАНУ ВЕЛІКАГА КНЯСТВА ЛЬТОВСКАГА ЯГО НАЗЫВАЛІ РОМУЛАМ, СЦІПІЇОНАМ, НАВАТ ДРУГІМ ГАННЕБАЛАМ МЕНАВІТА АСТРОЖСКІ ВЕЛ ВОЙСКІ У ПЕРАМОЖНУ У БИТВУ ПА ДВОРШЕЙ КАЛІ РАЗБЮ У ТРАЯ ПЕРАВЫШАЮЧАЕ СІЛЫ МОСКОВЦЮ ЗАДОЛГАЕ СВАЁ ЖЫТЁ, ГЭТЫТ ЧАЛАВЕК БОЛЕЙ ШАСТИДЕСЯТИ РАЗОВ СВЯТКАВАЛ ПЕРАМОГУ И ТОЛЬКИ РАЗ ЗВЕДАВ ПА РАЗУ ЧАРГОВЫЙ ВЫКЛИК НАШИМ ВОЙСКОВЫМ СІЛАМ КРЫМСКИЙ ХАН КИНАУ У ТЫСІЧА ПЯТСОТ БАРЦАЦІМАМ ГОДЕ НЕ ГЛЕДЯЧИ НА ЗАКЛЮЧЕНЫЙ РАНЕЙ МИР ЙОН НА КИРОВАЯ ЗАГОНЫ НА ВАЛЫНЬ И ХАЛЦЦЮ КАНСТАНТИН АСТРОЖСКИЙ, АКИ НА ТОЙ МОМАНТ МЕЛ УЖА ШАСТДІСЯТ СЕМ ГАДОВ ГУДКА ЗБИРАЯ ВОЙСКА ИС КИРОВАЯЦІ ЗВИЛЬНИ НА СУСТРАЧ ГОРА В ГЭТЫЙ БИТВЕ, ЯК В БИТВЕ ПАД КЛЕЦКАМ ВЕЛІКОЕ ЗНАЧЕННЯ МЕЛАЯ КРАЗ ТАКТЫКА КАНСТАНТИН АСТРОЖСКИЙ, УЖА НЕ МАЛАДЫЙ ЧАЛАВЕК, ТАДЫ Б ЕМУ БЫЛО ШАСТДІ СЕМ ГАДОВ, У ТЫМ ГОДЗЯ, КАЛЬ ТАТАРЫ ПРЫШЛІ, ДАСКАНАЛА ПРАВЁУ ГЭТУЮ БИТВЕ. ИН ВОГОЛЕ КАРЫСТАВСЯ ТАКОЙ ТАКТЫКАЙ, ШТО НАПАДАУ НА ТАТАРАУ В АПОШНІЕ СТАДІ ИХНЯГА НАЄЗДУ, КАЛЮ НА УЖА ДЫХОДЦІЛІ, САБРАВШИ ПАЛОН, АБТЯЖАРНЫЙ НЕ МАГЛІ ХУТКО РУХАЦЦІ, ЭТА БЫЛА ВЫМУШЕННАЯ ТАКТЫКА, ХАЦЦЯ СДАВАЛАСЯ БЮ, ЙОН АДДАВАУ НА ЛУП ТАТАРАМ ЗВЫЧАЙНЫХ ЛЮД ТАТАРЫ ПРЫХОДЦІЛІ, РАБАВАЛІ, ПАЛІЛІ, БРАЛІ ПАЛОН, А СТРОЖСКИЙ ЧАКАУ НЕБЫТА, АЛЕ НЕМАХЦІМА БЫЛО ГАНЯЦІ ЗА ПАСОБНЫМИ ТАТАРСКИМЯ ОТРАДАМИ, ЙОХ БЫЛИ ДІЦЯТКИ, ПАКА ТЫ ПАЙМАЕШЬ АДНАГО РАЗАБЄЕШ, АСТАТНИЕ ВЦЯКУЦІ СДАБЫЧАЙ, ТАМУЙ ОН ЧАКАУ, КАЛІ ПАСЛ ВСЕЙ ГЭТАЙ, ПАСЛЕ ВСЕГО ГЭТАРАБАВНІЦТВА, ВСЕЙ ГЭТАЙ НАВАЛЫ, ТАТАРЫ ЗБЯРАЛІСЯ ЗНОВ В АДЗІН АТРАД, В АДНУ ВОЙСКА, І РАЗАМ ПАЧУНАЛІ МАРШРАВАЦЬ УЖО ДА СЕБЕ У КРЫМ, ЙОН ВЫСОЧВАУ, СКРЫТНО УЖО НА СВОЕЙ ЗІМЛІ ПЕРАСЛІДАВ ВОРАГА, УЧАССКАЛІ НА СТАНОВІЛІСЯ НА ПРЫВАЛ, ЙОН ЗНІНАЦКУ АТАКАВАУ, ЗАБІРАУ ПАЛОН, ТАК БУЛО І НА ГЭТЫ РАЗ. В АКОЛІЦАХ ПІНСКА, ЙОН РАЗБІВАЕ ТАТАРСКІ ЗАГОН І ПРАТЯГВАЕ РУХАЦЦА У БОГ КІЕВА, У ПОШУКА ГАЛОВНЫХ СІЛАВ ВОРАГА, ПА ДАРОЗЯ ДА ХАРУГВАУ АСТРОЖСКАГА ДАЛУЧАЦЦА АТРАДЫ МЯСЦОВЫХ КНЕЗЁН, АСТРОЖСКІ ДАГАНЯЯ ВЯЛІЗНЫЯ ТРЫЦАТИ ТЫСЯЧНАЯ ТАТАРСКА ВОЙСКА КАЛЯ К� АБТЯЖАРАНЫЯ БАГАТАЙ СДАБЫЧАЙ И ПАЛОНАМ КРЫМЧАКІ РУХАЦЦА ПА ВОЙНА, АСТРОЖСКІ, НЕ ПАКАЗВАЮЦІСЯ НА ВОЧІ ТАТАРАМ, СТИШИНА ИДЕУ СЛЕДЗА ВОРАГО, В ДВАЦЦАЦЦЁМ АГАСТУЦЦЕЛІ НЕ ДАЛЁКА АТ КІЕВА, КАЛЯ РАКІ АЛЬШАНЦЦЫ, ТАТАРЫ СПЫНЯЮЦІ НА АТПАЧЦИН, АЛЬ� ДУЮЩИСЯ У БОЕВЫЙ ПАРАДОК ПРОСТА ЗМАРША КИДАЮЦІ НА КРЫМЧАКОВ И ОДРАЗАЮЦІХ ОТКОНЦІ. СПЕШИНЫЕ ТАТАРЫ СПОЧАТКУ СПРАБУЮТ БРОНИЦІ, АЛЬЯ ПОД ЧИСКОМ НАШИЕ КОНЦІ КИДАЮЦІ НА КРЫМЧАКІ. У ТИХАЧОВ ПЕРАСЛЕДВАЛИ ОСОБНЫЕ ОТРАДЫ. БЫЛО ЗМИЩЧЕНО АМАЛЮСЁ ТА ЦАРСКАЯ ВОЙСКА. ЗАРОТ ЗАБІТЫХ БЫЛ САМ ПЕРАКОПСКІ ПАША ИБРАГІМ. ГЄТМАНУ АСТРОВСКАМУ УРАЧІСТУЮ СУСТРЕЧУ У КРАКОВІ. ПРИДВОРНЫЙ ХРОНІСТ ДЕЦІЙ НАПІСАУ ПРА АЛЬФАНСКУЮ ПЕРАМОГУ ЦЕЛУЮ КНІГУ НА ЛАТІНІ. КНІГА БЫЛА ВИДАДІНАЮ О НЮРЕНБЕРГУ. І ЕЩЁ БОЛЬ СПРЯЯЛА СЛАВІ, ЄВРАПЕЙСКАЙ СЛАВІ ЛІТВІНСКАГА ВОЕВОДЫ. ЛЁСАМ БЫЛО НА КАНАВАНА, КАБАПОШНИ, ТРИЮМФ КОНСТАНТИНА ОСТРОЖСКАГА, ПОКЛАВ КОНЕЦ ПОСТАЯННОЙ ПОГРОЗЕ СПОУДНЯ. ЭТАЯ БИТВА ФАКТЫЧНО ПОДВОДИТЬ РЫСУ ПОД СУПРОСТАЯННЯМ ВЕЛИКОКНЯЗКИХ КНЯЗЁВ И КРЫМСКИХ ТАТАРОВ. СЛАВНАЯ ПЕРАМОГА, СДАБЫТАЯ КОНСТАНТИНОМ АСТРОЖСКИМ ПОД ОЛЬШАНИЦЕЙ, СТАНОВІЦЯ ЄЩЕ АДНОЙ ЯРКАЙ СТАРОНКАЙ НАШЕЯ ГИСТОРИЮ. ПОГОДЛЮ ЗАПАВЕТУЮ, ИНБЫ ПАХОВАНЫЮ КИВА ЭТА ЧЁРСКАЯ ЛАВРЫ, И НА ЯГОНОМ НАДМОГИЛЛІ БЫЛ ЗРОБЛЯНЫЙ НАСТУПНЫЙ НАДПИС. МОСКВУ С ТАТАРАМИ ПО КЛАУШИМ ВЫПИСАЛ 63 НАД ИМИ ПЕРАМОГИ. ДАДАЙ ОФАРБОВАНАХ КРЫВЁЙ РОСЬ, ДНЯПРО, ОЛЬШАНКУ, ДАДАЙ ШМАТ ЗАМКОВ, ШМАТ МОНАСТЫРОВ, ШМАТ ЦЕРКВОВ, ЯКИЯ, ВЫМУРОВАЛ У КНЯЗТВИ ОСТРОВСКИЙ И В СТОЛЬНОМ МЕСТИ ВИЛЬНЯ. ДЛЯ КОЛЕГ, ИОН ПОКИНУЛ ШПИТАЛИ, ДЛЯ ДЕТОК ШКОЛЫ, ДЛЯ ЛЮДЕЙ РЫЦАРСКИХ, ПОЛАШИ С ДИДАМИ У МАРСОВАЙ АКАДЕМИИ. И МИЛО НАПИШИ СЦЕПИЁНУ РУССКОМУ КОНСТАНТИНУ ИВАНОВИЧУ ОСТРОВСКОМУ ГЕТМАНУ ВЕЛИКОЕ КНЯЗТВО ЛИТОВСКОЕ.